Канал Lightweight Production представляет очень много известных спортсменов. А мы не теряем время и принимаемся за работу. В тренировках делаю акцент на мышцы вверх и в груди. Уже многие годы первым номером идет жим вверх головой под углом 35 или даже 60 градусов. Дополняемая работа над внешним, наружным краем и внутренним, так как основной мышечный массив был сформирован намного ранее, горизонтальные жимы практически не используют. Пауза между подходами короткие, меньше минуты в жимах 45 секунд, и в изоляции в тренировках кроссовер и прочее разведение секунд 30. Продолжаем. Обычно в программе чередуют движения с задействованием трицепса и растягивающей. После жима обязательно идет разведение какой-то вариант. Как-то еще там брусью, где трицепса работает. Идет кроссовер, то есть упражнение с задействованием грудных и трицепсов, и упражнение с задействованием грудных и трицепсов, и упражнение с грудных чередуя. Данное упражнение формирует красивую разделительную линию между грудными мышцами, придает им необходимую глубину, либо выполняясь в плане тренажера, либо с гантелями, и есть абсолютно необходимую в любом тренировочном комплексе. Сейчас поработаем над внутренним разделением, переходим к другому важнейшему движению – это отжимания на брусьях. Родным хватом нарабатываем внешний край красивый, который придает квадратной форме груди. Все мои ученики делают это упражнение, и изменение формы груди приходится через 3-4 месяца. Соревнование в послезавтра, уже значительно уменьшен объем жидкости употребляемой, очень немного сил, поэтому работаю на всех реальных возможностях, то есть сейчас сверхусиление ни к чему. Завершающее упражнение именно сегодня, именно в этой тренировке, это будет кроссовер при подходе по 12-15 раз. С помощью кроссовера прорабатываем внутренние части грудных, и если мы делаем задержку в точке сведения, то пытно прорабатываем, скажем так, в статике, разделительную линию и спуске все. Вот сейчас сделали именно такой подход – надеться повторение на задержку и в точке сжатия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Угибание с помощью канатной рукоятки отлично разогревает ногтевые суставы и выдают тон тренировки трицепса, прорабатывая вот эту часть, которая с кронка хорошо смотрится, потовая головка, поскольку здесь особое дыхание не сбивается, целесообразно делать паузы порядка 30 секунд. Сейчас делаем Един из вариантов французского жема В тренажере для пулловера Суза В олимпиуме очень востребован При соревновательном периоде Стараюсь работать в диапазоне 8-12, иногда 15 повторений Периодически Забегаю шокирующим сетом Для квадрицепсов Для грудных мышц и табрусья До 50 повторений Не являюсь сторонником Сверхтяжелых весов и малого часа повторений Так как не чувствую от них Хорошего пронаполнения И больше ощущаю работу Суставов и мышц Поэтому я беру повторений средний От 8 до 12-15 Совершающий сет И тренировка закончена В межсезонье к этому добавляется еще одно упражнение на грудь И еще одно упражнение на трицепс Но сейчас идет подводящая к соревнованиям тренировка Ликогена мало в мышцах Подымало Поэтому короткая и вразительная Тренировка заняла порядка 20 до 90 Сейчас завершается сезон практически Осталось одно соревнование То есть уже состоялись кубки Украины По версии ВАБА и WPF На которых я довольно удачно выступил Также сесть на чемпионат мира Варшаву По версии NIC Тоже занят в своем ростовом классе Третье место В принципе итогами сезона доволен Подготовка была напряженнее чем в предыдущие годы Связывая это все с этими причинами По итогам выступлений Принято решение сделать паузу соревновательной деятельности Потому что выступаю порядка 10 лет непрерывно Но, как говорится, еще три дня Мой любимый соревновательный бодибилл Будет, скажем так, главным делом моей жизни На своих позрениях на построение тела Я так руководствуюсь образцами конца 80-х годов Начало 90-х Такими как Бэри Демейк, Гэри Страйдом, Белабрадо, ранний Шон Рей То есть мне больше нравится эстетика И пропорции, скажем так, соразмерность объемов Чем достижение каких-то запредельных объемов веса и так далее То есть бодибилл это не вес ни в коем случае С 2009 года, это уже 6-7 лет в одном и том же весе Но, тем не менее, каждый раз людям кажется, что где-то прибавилось Прибавились объемы На самом деле прибавляется плотность, мускулистость, упаковка, пропорции Появляется то, что называют на профязыке мышечная зрелость То, что приходит через 15-20 лет непрерывных занятий Тем не менее, уважаю все подходы И подход, который исповедовал Дарьян Яс Который добился невероятных результатов Это тяжелый и интенсивный тренинг Безусловно, тренинг в свое время с Сергеем Духотой мне очень много дал То есть это, я считаю, один из лучших, если не лучший авторитет в области бодибилдинга в Украине То есть была заложена прочная силовая база И понимание необходимости тяжелой работы для создания плотных мышц То есть никакой пампинг на 12-15 повторений не создався плотные мышцы Создався, возможно, какие-то прорисованные Но все-таки 8 повторений и плюс-минус 1 с хорошим весом Это то, что нужно, чтобы создать, скажем так, такие вот хорошо упакованные плотные мышцы Спины, ног и так далее Что касается эстетики тела Приемлемой, скажем так, либо демонстрируемой К сожалению, не всегда востребованы широкими кругами зрителей В бодибилдинге современном, в том числе профессиональном Это объем, объем, объем Иногда даже ущерб, скажем так, визуальному восприятию Большой колораж употребляемой пищи Требует, скажем так, доплытных ресурсов желудочно-кишечного тракта Прием определенных препаратов тоже способствует росту внутренних органов И мы имеем такой практически распространенный феномен Как, скажем так, выдох из животных Я считаю, что это, в принципе, лежит в сфере контроля атлета Вот как Виктор Мартинец в свое время, после 2007 года появился, если не ошибаюсь, в 2011-2012 с очень узкой талией С очень узкой талией, подтянутым животом, даже делал в иномиссе спереди вакуум То есть, когда Адам Козера ездил на, скажем так, встречу в Москву на семинар, как бы Он рассказывал и в своем видеоблоге, и в приличном разговоре Что Виктор разделил приемную пищу на дробную, дробную приемную пищу И чаще питался, чтобы пищевой комок был меньше размером То есть, немножечко риса и небольшое филе И так каждые полтора-два часа То есть, ни на еда, ни веса любой ценой Кроме того, некоторые атлеты попросту ленятся тренировать мышцы брюшного пресса В межсезонье, то есть, вспоминаю их только перед соревнованиями То есть, я на каждой тренировке стараюсь сделать 3-4 сета упражнений на пресс То есть, одно упражнение, но каждую тренировку Подготовка к соревнованиям всегда процесс затраты не только в сфере усилий физических, моральных, но и финансовых Как не крути Последние годы выглядели довольно непростыми С точки зрения политической и экономической ситуации Это, в принципе, сказалось на китайской индустрии в целом Я все-таки изыскал возможность нормально подготовиться Просто пришлось больше работать Ведь, как говорят китайцы, кризис это не только нечто плохое Это еще и иероглик кризиса, решать возможность Поэтому и так, уважаемые спортсмены, которые ропщут по поводу, что мало денег Просто больше работайте, берите больше занятий, развивайте свои видеоблоги, свои группы в социальных сетях Думайте головой, как заработать Не ждите спонсора Доброго Дядя, который придет и протянет вам пачку культур А всегда рассчитывайте только на себя Будьте самодостаточны и уверены в себе личностью Успех приходит упорным тем, кто готов трудиться В том числе и не только на тренажерах, а только по месту работы До встречи в следующих выпусках видеоканала Lightweight Production Раду вас всех видеть Александр Ремольников Подписывайтесь на наш канал и смотрите новые видео Редактор субтитров А.Семкин